Трейдеры, приветствую вас на последней торговой сессии этой недели. Собственно, в прямом эфире мы разбираем события минувшего торгового дня и смотрим, безусловно, на те отчеты, которые запланированы сегодня к выходу и будем надеяться, те отчеты, которые смогут внести нужную, необходимую лепту в ослабление тех же самых рисковых инструментов, собственно, как тенденции слабости, что нам и необходимо. Друзья, сегодня мы, как и всегда, разберем перечень инструментов, на которые мы традиционно делаем акцент, ну и пробежимся, опять же, по общему фундаменту, скажем, основному геополитическому риску, который остается сейчас на общем небосводе, опять же, новостей. Я имею в виду здесь отношения крайне непростые, которые сложились между США, собственно, и Китаем, в свете последних новых вводных, которые через ответные действия Китая против, собственно, США фактически позволяют нам уже говорить о том, что спустя какое-то время, может быть, спустя несколько недель, ну, не более месяца, в конце концов, Штаты сдержат данное раннее обещание, которое звучало раньше как угроза о том, что новые импортные пошлины будут характерно распространяться для всего китайского импорта. То есть, сейчас мы говорим о том, что американцы на полпути, в частности, если соединить воедино все раунды тех решений и действий, которые предполагали в установлении новых импортных пошлин, то на текущий момент уже около 250 миллиардов. Это в совокупности тот импорт, который является склаченной вот этой агрессией, протекционисткой со стороны Штатов, и, в конце концов, 250 миллиардов. Это 2,5% всего мирового товарооборота. Конечно же, очень непростая ситуация, потому что мы прекрасно понимаем, что если Штаты продолжат закручивать вот эти гайки, соответственно, темпы экономического роста просядут более чем на 0,5-0,7%. В конце концов, самыми уязвимыми, собственно, странными будут те регионы, которые вырастили свои экономики на экспортной ориентации, это развивающиеся рынки, которые мы держим с вами про запас, с опаской, поглядывая на то, что с ними может произойти, опять же, в свете уже недавно прошедшей репетиции, резких обвалов их национальных валют. Ну, может быть, для кого-то ситуация с Аргентиной является очень далекой, хотя, с другой стороны, может быть, для кого-то она более интересна, чем то, что происходило с рублем. Ну, наверняка, какой-то из инструментов развивающихся рынков представляет для вас спекулятивный интерес. И вы, собственно, так же, как и я, смотрите на валюты этих стран, как на самый настоящий пороховой заряд, который может сработать. Ни в коем случае, друзья, не поддавайтесь на напускной позитив, который может сейчас сложиться и уже сложился на ряде финансовых рынков, развивающихся, в результате которых положительная динамика характерна сейчас и для их национальных валют. Не нужно рассуждать сейчас с оппозицией того, что вот какая-то точка невозврата, она черта все-таки не была пройдена. Экономики устояли, удержались и дали, собственно, адекватный, нормальный, справедливый ответ. Выставили. Ну и, разумеется, по этой причине мы увидели снова и приток средств, капиталов и, разумеется, интереса в отношении этих рынков и спрос на валюты того же самого рубля. Но я каждый брифинг, друзья, стараюсь делать выводы о том, что происходит, собственно, с экономиками отдельными. Я стараюсь детально рассказывать вам о том, какие риски нависают над российской экономикой и к чему это, в конце концов, может привести для курса, собственно, национальной валюты, которая строится на российской экономике, то есть для рубля. Конечно же, мы будем говорить об этом и дальше, потому что эта тема насущная, очень важная. Мы, будучи спекулянтами на финансовых рынках, вообще должны первыми реагировать на любые изменения речных настроениях. Ну, давайте теперь к сценарию анализа экономического календаря. Сегодня, друзья, у нас буквально сразу же, после того, как мы закончим брифинг, в 10.30 по московскому времени пройдет заседание Национального банка Швейцарии. Давненько мы с вами не торговали франком, ни против доллара, ни против евро. Я сегодня предлагаю несколько закрыть образовавшуюся брешу в торговой активности по франку и все-таки проявить эту активность. В частности, чтобы далеко сразу не отходить, предлагаю сделки по доллару по франку с отметки 0.9650, это байлимит, и тоже байлимит, отложка по евросвязи, евро швейцарскому франку с отметки 1.1280. Соответственно, ставка, которая делается, это ставка, которая предполагает, собственно, ослабление франка. И сегодня, после заседания, когда она пройдет, завтра мы давайте вернемся к этой теме, но я уверен, что у нас будет возможность с вами говорить о том, что Национальный банк о Швейцарии, как и раньше, остается исключительно привержен политике мягкого экономического курса, которая направлена на такое искусственное, скажем, что ли, ослабление курса национальной валюты. Потому что, если мы будем оценивать швейцарскую экономику, если мы будем оценивать состояние торговых платежных балансов, показать и экспорты, и импорты, то же самое еврозоны и о Швейцарии, вы, друзья, придете вместе со мной к выводу и пониманию о том, что, в частности, Швейцария, очень сильно заинтересована в потребительской активности европейцев. Но для того, чтобы потребительская активность оставалась на высоких уровнях, ни в коем случае нельзя допускать резкого укрепления франка. Соответственно, об этом, я уверен, сегодня будет говорить Национальный банк о Швейцарии. Явным подтверждением того, что политика останется мягкой, будет сохранение ставки, как вы наверняка знаете, по депозитам, которые сейчас находятся на отметке минус 0,75%. И, плюс ко всему, хочется также сделать ремарку и напомнить всем, кто забыл, что Национальный банк о Швейцарии, пожалуй, один из немногих регуляторов, который не стесняется проводить политику активных валютных интервенций, когда это необходимо. И фактически признает тот факт, что они напрямую влияют на курс Национальной валюты, потому что, опять же, заботятся и переживают за состояние торгового баланса и за будущие темпы экономического роста. Ну, скажем так, создают искусственные конкурентные преимущества. Поэтому и сделки, которые я сейчас вам озвучил, они предполагают именно слабость швейцарской валюты. Ну, конечно же, вы понимаете, что это ордера, которые мы будем с вами отрабатывать в течение длительного периода времени. Это не сделка до конца текущей торговой сессии. Особенно вот по евросвисе, потому что там движения и вовсе довольно вялые. Поэтому будем с вами ждать, собственно, доллар и франк снова в районе прийти, это евросвисе, ну, как минимум в районе 1.14-1.15. Потенциал хода значительный. Если вас устраивает, опять же, такой разбор полетов, и если вы верите, как и я, в том, что Национальный банк о Швейцарии будет всячески препятствовать укреплению франка, даже на фоне растущих геополитических рисков, ну, вы должны, опять же, примкнуть к рядам тех, кто ставит сейчас на ослабление франка. Что касается других отчетов, в 11.30 через час после заседания Национального банка в Швейцарии обратим внимание на роничные продажи Англии. Сейчас статистика оказывает серьезное влияние на фунт. Мы в этом убедились еще по факту выхода вчерашних данных по инфляции, которые оказали поддержку британской валюте. Но стоило только фунту пробраться вверх. Вот, кстати, котировки сейчас 1.31.43, ну, мы видели там на отметке 1.32, как снова вернулись вот эти политические риски, связанные с Брэкзитом, о которых мы сейчас с вами поговорим. И я, друзья, снова вам повторяю, что статистика, она важна, но новостной фунт, который касается Брэкзита, он куда важнее. Если вы сейчас не нашли стоящих новостей для себя, почему фунт нужно продавать, по крайней мере, допускаете, что ситуация по Брэкзиту, ну, фактически не сдвинулась с той тупиковой точки, в которой она была, даже несмотря на некоторые положительные и позитивные комментарии, сделанные от чиновников, возглавляющих делегации, вот переговоров по Брэкзиту. Я вот сейчас немного разберу для вас новостной фунт за вчерашнюю торговую сессию, но сделаем это, когда переключимся на британцы. Это я так в двух словах сказал о фунте, поскольку сегодня мы поглядываем и за этим инструментом, потому что статистика также довольно важна, это роничные продажи. Ну и замыкать день важных отчетов, на мой взгляд, будут заявки на посылку по безработице в США. Здесь, как вы понимаете, нас этот отчет интересует не с точки зрения того, как он повлияет на доллар, а больше с точки зрения такого накопительного эффекта, потому что мы по заявкам еженедельным с вами формируем представление о состоянии всего рынка, американского рынка труда, о том, какие мы данные можем увидеть в предстоящем месяце по факту ежемесячного отчета non-farm parents. И, соответственно, при наличии текущей тенденции исключительного снижения обращений за пособиями, конечно же, американская экономика в прямом смысле продолжает выедать свободные ресурсы трудовые. Это, соответственно, делает ее довольно крепкой по этому сектору экономики. И это позволяет Федрезерву с гордо поднятой головой говорить о том, что им удалось достигнуть цели вот показателей по, собственно, занятости, а занятости, как вы знаете, напрямую влияют на показатель инфляции через темпы роста зарплатных планов. Ну, тоже поговорим мы и о долларе и иене. Сперва хочется вернуться к нефтянке, которая продолжает радовать покупателей, потому что быки явно не отступают. 78-71 это закрытие минувшей торговой сессии. 79-13 кокировки на текущий момент мы наблюдаем. Ну, погрешность может быть, друзья, потому что все-таки мы уже даже этот брифинг ведем с вами больше 10 минут. Ну, вряд ли цены существенно отошли далеко от этого уровня. По-прежнему держится психологическая планка 80 долларов за баррель. Для многих это уровень своего рода водораздела. Если котировки, собственно, умудрятся оказаться выше, то, скорее всего, на импульсном росте восстановительная динамика будет продолжена. Я пока такой сценарий не рассматриваю, потому что даже тот рост, который мы с вами увидели и наблюдаем по текущую минуту за последние дни, он базируется на очень шатких фундаментальных основаниях. Ну, по крайней мере, это не цифры, это нереальная статистика, которая может заставить медведя перезагрузить свое сознание и, собственно, отказаться от прежних ориентиров, которые предполагали ослабление, собственно, этого инструмента. Что простимулировало вчера покупки? Ну, можно сказать, что это, да, данные по запасам нефти, которые снижаются пятую неделю подряд, но на настроение, на мой взгляд, больше оказали влияние комментарий Ирана, который решил вот сейчас в преддверии приближающегося ввода американских, антииранских санкций, ноябрьских, сделать заявление о том, что странам ОПЕК будет не под силу нейтрализовать и компенсировать недопоставки, которые могут образоваться со стороны данного государства после вступления в силу вот этих ограничений американских, решения энергетического сектора Ирана. Очень много, друзья, с разных сторон, сверху, снизу. Мы уже заходили на этот фундамент, мы говорили о том, какие риски есть даже в случае полного недопоставок, полного прекращения транзита нефти со стороны данного государства, со стороны Ирана, как эти риски будут нивелироваться, за счет кого, ну, собственно, и так далее. Не хочется мне снова уходить в это, потому что, друзья, на мой взгляд, я привел вам миллиард доводов и аргументов, благодаря которым можно было сделать вывод о том, что, в целом, мировая экономика, ну, ничего не потеряет и ничего не приобретет в плане совокупного предложения, потому что свято, места, пусто не бывает. Иран далеко не единственный и далеко не самый крутой производитель нефти. Если Иран, собственно, остановит полностью прекратить свои поставки, на рынке будут игроки, которые легко заместят, собственно, этого выбывшего игрока. И мы знаем, кто эти игроки, мы знаем, на что способны те же самые, там, не знаю, Ирак, Саудовская Аравия, мы знаем, на что способна Россия. Тем более, что на текущий момент по-прежнему бездействует больше 25% производственных мощностей. Ну и, как минимум, можете посмотреть, сколько нефти добывается в этих регионах. Так, надеюсь, что вы знаете, прирост нефтедобычи на 20%, он десяток таких, собственно, иранных способен перекрыть. И вы должны понимать, друзья, что, ну, с такой точки зрения, вряд ли Иран сможет стать фактором какой-то долгосрочной поддержки цен на нефть. Поэтому, то, что сейчас цены растут, и соглядка, опять же, на комментарии Саудовской Аравии, которая заинтересована в более дорогой нефти и так далее, все же я предлагаю вам больше делать ставку на реальные цифры. На реальные цифры и факты, а это данные от администрации энергетической информации, это реальные цифры от ОПЕК, потому сколько прогнозируется по добыче, сколько реально добывается. Это данные Международного энергетического фонда, которые мы с вами анализировали на прошлой неделе. Можете посмотреть прогнозы МВФ по поводу темпов экономического роста мировой экономики. Все это сопоставить, друзья, и поймете, что в целом рынок нефти серьезно уязвим. И, возможно, 80 долларов за баррель, как раз тест этого уровня мощного сопротивления, может стать снова неудачным, скорее всего, таковым и будет, потому что не раз мы уже на этой отметке с вами разворачивались. Мы продолжаем, друзья, искать точку для продаж. Считаю, что сейчас можно поглядывать на уже 79.50, sell limit, соответственно, на тошку использовать для этого. Хочется поймать очень хороший шанс, опять же, разворота, чтобы посидеть в этих сделках подольше. Опять же, и выжить максимум из того снижения, которое может произойти. Не забывайте, что на выходных встреча технического комитета ОПЕК, где будет подниматься вопрос об увеличении совокупного производства странами ОПЕК+. Как это повлияет на рынок? Ну, включите голову, соответственно, рост нефтедобычи как скажется для всего сектора на фоне еще присутствующих рисков замедления экономики. Доллар и иена, друзья, доходность трежерис продолжает держаться выше 3%. Это, с одной стороны, первый, второй, третий, четвертый, пятый, и так до десяти. Ключевой фактор поддержки для доллара. Но, в то же время, я сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что очень нервозной является обстановка. Может быть, она не в полном мире проявляется. Я думаю, что после факта очевидной эскалации торговой войны между США и Китаем паники на рынке должно было быть побольше. Это должно было отразиться на динамике развивающихся валют. Однако этого пока не происходит. Но никто не отменял такого явления, как немного запоздалая реакция. Я считаю, что, друзья, доход иена, как традиционная защитная связка двух инструментов, где более выраженным защитными свойствами отличается именно японская валюта, все-таки может перво отреагировать на что-то, скажем, на любой виток напряженности, или лучше, скажем так, на осознание того, что сейчас обстановка стала гораздо хуже, чем раньше. Вы помните, что Китай, как и, собственно, планирует, все-таки продолжил огрызаться. Взаимный импортный тариф в отношении американских экспортеров. Ну и мы держим руку на пульсе в ожидании того, что штат сейчас тоже ответит. Поскольку эти импортные тарифы, что со стороны США на 200 миллиардов долларов в отношении Китая, так и со стороны Китая на 60 миллиардов, касательно штатов, вступят все в один день, 23 сентября, это следующий понедельник. Я думаю, что рынок может немного поштормить. Мы с вами по доллару и японской иене поднялись с таких донных уровней. Мы находимся на тех значениях, которые, на мой взгляд, являются очень перспективными для сохранения длинных позиций. Но поскольку мы до сих пор не увидели, как рынок должен был бы логично отработать вот этот риск, каким образом, через спрос на японскую иену, я предлагаю вам сейчас все-таки прикрыть длинные позиции по доллару и иене, но это не значит, что нужно открывать короткие позиции. Если вы хотите рискнуть, может быть, это не решено смысла, потому что до конца текущей торговой сессии, возможно, в первые две торговые сессии следующей недели японская валюта, возможно, будет пользоваться большим спросом. Потом мы, конечно же, вернемся и к статистике по штатам, и снова к ожиданиям перспективы ужесточения политики роста процентных ставок. Но это будет потом, друзья, через практически три еще полноценные торговые сессии. На текущем этапе правильным решением будет все-таки пофиксить результат длинных позиций доллара против иены и либо рискнуть, либо в идеале. Нам нельзя просто сохранить выжидательную позицию, посмотреть, как рынок переживет эти выходные и как рынок откроется после вступления в силу этих взаимных импортных тарифов. Фунт против доллара по статистике индекс потребительских цен вчера поддержал, собственно, британскую валюту, потому что мы увидели рост до максимума за последние 6 месяцев, 2,7, а с 2,5. Но в начале брифинга я отметил, что очень много негатива также пришло. Во-первых, с отсылкой на Times, который в свою очередь цитировал Терезу Мэй о том, что на текущий момент Тереза фактически готовится отклонить предложения, которые были сделаны Европейским Союзом, касательно проблемы пограничного режима Северной Ирландии. И вдобавок к этому комментарию хочу отметить заявление президента Европейского Совета Жан-Клода Юнкера, который снова подтвердил тот факт, что Европейский Союз и Англия очень далеки от соглашения. И премьер-министр Ирландии ответил, что если кто-то поверил в прогресс по Брэнзиту, нужно изменить свою точку зрения, потому что на текущем этапе, на самом деле это человек, который знаком с ситуацией, ведь именно Ирландия сейчас является самым спорным вопросом, границей этой территории, отметил, что на текущий момент прогресс по Брэнзиту не больше, чем, скажем, в марте, когда мы вообще с вами тотальным образом негативе. Если для вас этот фундамент ничего не значит, друзья, вам нужно покупать фунт в расчете на дальнейший рост. Если же вы все-таки понимаете, что тучи политические сгущаются, и в любой момент могут разразиться серьезным громом и дождем, разумеется, британская валюта может столкнуться с серьезным давлением. И очень лихо снова улететь ниже отметки 1.30. То, что фунт лихо ходит, вы в этом наверняка уже не раз убеждались. Поэтому короткие позиции по фунту по-прежнему в приоритете. Евро против доллара. Ничего нового сказать не могу, друзья. Считаю, что откуда бы вы не продали европейскую валюту против американцев в диапазоне с отметки 1.1680 до 1.1750, это будет очень перспективная сделка. Причины слабости евро уже не раз озвучивал. Можете пересмотреть в прошлой брифинге. Австралиец настойчиво двигается вверх 0.7256. Немножко это, конечно же, нервирует, потому что мы так и не добрались до профитного ориентира, пожадничали, может быть, потому что была хорошая возможность закрыться по уровням ниже текущих значений с хорошим профитом. Но мы были верны ориентиру и в итоге сейчас снова откатили. Почему австралиец вырос? Я связываю это с заявлением, например, министра Китая о том, что Китай не будет искусственно девальвировать национальную валюту. Раньше мы с вами рассуждали с позицией того, что если Китай будет ослаблять национальную валюту, то, разумеется, австралию тоже нужно снижаться, потому что в конце концов австралийский экспорт будет становиться дороже для Китая. Ну, сейчас, видите, изменилась леторика и нить вот этих рассуждений. Поэтому этот фактор, этот аргумент мы пока не берем с вами во внимание. Хотя, с другой стороны, Китай говорит, в принципе, много чего. Однако редко, когда эти слова полностью соотносятся с действительностью. Потому что мы не раз уже видели заявление о том, что Китай не манипулирует курсом, и при этом, когда начинает пахнуть жареным, тут же юань обесценивает. Поэтому ситуация может повториться точно так же и сейчас. Также я не понимаю, почему австралийцы до сих пор держатся так стойко даже на факте явно обострившейся ситуации в торговых отношениях США и Китая. И это снова возвращает вас, друзья, к тому, что было сделано допущение, что, возможно, осознание серьезной опасности на рынок придет либо под закрытие текущей торговой сессии, либо на этих выходных, соответственно, будет возможность отыграть только в понедельник. Поэтому по австралийцу я пока не отпускаю все-таки вот эти короткие позиции. И советую вам тоже сейчас смириться вот с этим ростом, понимая, что фундамент все-таки предполагает еще большую слабость. По новозеландцу подвел сегодня отчет по темпам экономического роста. Данный экономик, конечно же, не подвел, потому что оказался лучше 2,8 с 2,6 к данному выражению. Однако, друзья, мы все-таки ждали по новозеландцу и по этому отчету слабых цифр и, соответственно, ждали от новозеландца нисходящей динамики. Текущие котировки 0,6650, друзья. Я считаю, что при таком восходящем ралли лучше пофиксить результат тех коротких позиций. Вы все равно находитесь в профике, потому что мы продавали новозеландец гораздо выше текущих значений. К коротким позициям мы с вами вернемся, но только после того, как пара снова подберется к поддержке 0,66. Кстати, на этом уровне можно поставить отложку селс-топ и ждать как минимум уже 0,65-0,64. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание, хорошей и прибыльной торговой сессии. Увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok